По традиции сессию открыла председатель Солигорского районного совета депутата Вала Калеева. На повестке заседания несколько вопросов. В числе первых распределение остатков средств районного бюджета, которые образовались на начало 2018 года. По решению депутатов их направили на укрепление материально-технической базы ЖКХ, управление сельского хозяйства на ремонт и обслуживание техники и на капремонт некоторых объектов социального пользования. В марте месяцем решением было выделено еще за счет свободных остатков 379 тысяч рублей на благоустройство прибрежной и пляжной зоны. В результате израсходовали не 379, а 279. Там за проекты оплачивали и задолженность была. Эти 100 тысяч мы передвигаем на строительство группы многоквартирных жилых домов и инженерных коммуникаций к ним по улице Коржа в ГП Старобин. То есть это социальный дом, который мы строим в этом году по Коржа Старобин. Мы сюда направляем еще эти 100 тысяч. Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Солигорского райисполкома Анжела Крукович выступила по вопросу содержания и обслуживания мест общего захоронения в деревне Дубии. Депутаты на основании статьи закона Республики Беларусь о местном управлении и самоуправлении проголосовали за отмену некоторых решений. Были установлены размеры участков для резервирования, для захоронения, а также плата установлена за предоставление участков для захоронения. И все эти данные вопросы ранее отражались только в соответствии с предыдущим законодательством, в том решении от 26 января 2006 года номер 8. О новом градостроительном проекте общего планирования рассказал главный специалист отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома. Речь шла о развитии инфраструктуры и жилого сектора в поселке городского типа Красная Слобода. Гениальный план предусматривает два периода градостроительного развития. Исходная база 01.01.2015. Первый этап социально-экономического территориального развития – 2020 год. Второй этап – 2030 год. Главная цель развития генерального плана «Красная Слобода» состоит в обеспечении комплексного, планомерного, экономически целесообразного развития инфраструктуры поселка, а также создании условий, улучшающих жизнедеятельность населения поселка. Чтобы обеспечить всю инфраструктуру, какие объекты сегодня необходимы для нормального развития данного агрогородка, Мы с вами должны понимать, чего мы хотим. И вот мы сегодня должны говорить в большей степени, все ли мы здесь учли для нормальной жизни. Учли ли все чаяния людей, предприятий, субъектов хозяйства, предпределителей малого и среднего бизнеса. Что вот если мы реализуем этот проект, это будет достойная наша с вами работа. Заслужив и обсудив всю информацию, районный совет депутатов принял решение утвердить градостроительный проект общего планирования по генеральному плану в городском поселке «Красная Слобода». Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, архитектуре и строительству Солигорского районного совета депутатов.